Эта модная обувь не была привезена из Турции или Италии. Ешь шьет наш соотечественник Николай Троеглазов. Начал свой бизнес ремесленник около года назад. Набравшись опыта в крупных обувных компаниях, решил, что зарабатывать будет ровно столько, сколько посчитает нужным, а не на сколько оценит работодатель. Специализируется модельер и по совместительству директор своего предприятия исключительно на женских моделях обуви. Правда, только пока. В скором времени обещает выпускать и мужскую обувь. Максимально мы изготавливаем 10 пар в день. В основном меньше, конечно, потому что качество требует время. Мы работаем не на скорость, а на качество, чтобы была хорошая, очень удобная обувь. Поэтому колодки и подошвы мы привозим с России. Там, да, стандарты государственные, а еще Советского Союза. Стандарты. Я не знаю, можно, конечно, и на китайских работать, но там совсем другие параметры. Южнокорейская компания привезла аппарат для очистки воды. Как рассказывают разработчики, их фильтр очищает воду не только от хлора, но и от микробов. Данный аппарат предназначен для крупных компаний. В час он может обработать 200 тонн воды. У очистителя есть аналог для дома. Все то же самое, разница в размерах. Для дома экземпляр поменьше. На сегодняшний день наше оборудование используется только в Корее. В перспективе мы хотим выйти на рынки других стран. Кыргызстан является отличной площадкой для реализации и презентации инвесторам из стран Таможенного Союза. Участникам и гостям скучно не было. Мероприятие сопровождалось танцами отечественных ансамблей и выступлениями представителей крупных компаний из Украины, Кореи, Китая, Белоруссии, России и Казахстана. Конечно, международная выставка, тем более в Кыргызстане, не могла пройти без войлочных изделий. Традиционно шердаки, колпаки, тапочки и сувениры. Представители торгово-промышленной палаты рассказали, что выставка поможет предпринимателям найти бизнес-партнеров, а обычным гражданам приобрести нужный товар по низким ценам. И они представили очень уникальные технологии, применяемые в сельскохозяйственной отрасли, в аграрной отрасли, отопительные системы. Очень хорошо для строительных предприятий. Вы знаете, что у нас идет строительный бум, очень много строится жилых домов. И вот эти отопительные системы, они будут как раз применимы. Также применяет один из участников из Южной Кореи. Стоит отметить, данная выставка проводится 20-й раз и уже успела перерасти в добрую традицию. Продлится она до 23 апреля. Как отмечают организаторы, многие иностранные компании прибыли в Кыргызстан впервые и намерены найти здесь выгодных партнеров и запустить совместные проекты.